Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео-покупка лошади подписчику. Так что пойдемте познакомимся с данным персонажем, узнаем его историю, какие лошади есть у нее на конюшне, ну а также найдем ей нового друга. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Элизабет Мунвард, очень интересный персонаж, мне безумно понравилась ее история, о которой вы сейчас собственно и узнаете. Но давайте для начала заглянем к ней на конюшнку. Достаточно большая, кстати, многообразие хорошие лошадей. Ну давайте начнем со знакомства именно с Элизабет. Элизабет жила на таинственном острове Юрик, где ее дух авантюризма и любопытство отражались в ее серых глазах. Она предпочитала одиночество, бродя по лесам и полям острова, находя утешение в природе, однако ее сердце всегда жаждало приключений. Когда она встретила лунного сапфира, загадочного каштанного коня, то не смогла устоять перед искушением и отправилась в путешествие, которое навсегда изменит ее жизнь. Вместе они обнаружили в глубине леса скрытую долину, где бродил табун диких лошадей. Почувствовав особую связь с этими животными, Элизабет решила приручить их, взяв наставники лунного сапфира. Пока они исследовали остров, Элизабет открыла в себе новые качества – смелость, упорство и сострадание. Она научилась прислушиваться не только к голосам природы, но и к голосу своего сердца, поняв, что истинное счастье заключается в общении с другими существами и защите их от опасностей. Ее стремление к гармонии с природой и окружающим миром стало очевидным, когда она нашла баланс между своими желаниями и обязанностями. В этом путешествии вместе с лунным сапфиром и другими лошадьми она не только нашла свое место в мире, но и свое истинное предназначение. Такая вот очень интересная душевная история данного персонажа. Теперь давайте найдем второго основного и главного героя этой истории, лошадку по имени Лунный Сапфир. Кто же это? Вот, это началочка. Началочка, вот такая вот интересная масть у нее. Он гнидой, ну, наверное, по истории каштановый, с белой гривой и белым хвостом. И вот белый отметенный на лбу, да и еще и с белыми носочками. Кстати, очень интересное сочетание. Редко можно увидеть подобных лошадей, юрвикских чистокровных, в игре. Так, ну а теперь давайте познакомимся непосредственно с ее конюшней, в которой очень так немало страниц. У нее 7 полных или сколько? Почти, наверное, в общей сумме 8 страниц лошадей. Это много. Разнообразие пород и мастей также ушло далеко вперед. Здесь есть и ранее третье поколение лошадок. И самые новые, а также есть вообще некоторые старичочки, такие как, допустим, фриско-спортивная лошадь в виде трех вороных красавцев. Даже есть англичанин вороной, божечки. Какие старенькие лошадки тут мелькают. Арабчик тоже есть. Ну прям эквотер. Боже мой, счастье-то какое видеть здесь этих лошадок. Но, кстати, у меня уже есть на примете одна или даже две лошадки, которые я хотела бы ей присмотреть. Одна прям точно есть. Прям сходу появилась в моих глазах. Но я на тот момент еще не видела персонажа. Я почитала лишь его историю. Но сейчас, когда я ее увидела, даже не знаю, подойдет ли она той лошади, о которой я думаю. Или же нет. Так что поищем, подумаем, покатаемся, пощупаем, скажем так. И выберем какую-нибудь ей новую лошадку. Но, разумеется, которую я всей душой буду ощущать, что она предназначена именно этому персонажу. А теперь давайте зачитаем требования. Имя лошади должно быть на английском языке, второго или третьего поколения. Но если же все-таки второго, то можно купить и двух лошадок. Лошадка должна быть верховой или же тяжеловозом. Покупать вещи и амуницию не стоит. У нее достаточно одежды в шкафу. Тем более с готовыми стилями. Прическу делаем на наш вкус. Ну, такие вот простые требования. Я уже зашла на англоязычную версию Star Stable. Так что можно просто седлать лошадку и отправляться на поиски. Ну что ж, первая остановка нашего приключения это Ранчо Старщайна. И здесь есть аж несколько мастей и несколько пород, которые бы я хотела рассмотреть поближе. Первым из которых будет вороной мустанг. Так, что-то я слишком плотно припарковалась. У меня была какая-то мысль, связанная с ним. Наверное, это была вторая лошадь, о которой я подумала, что может быть он ей подойдет. И знаете, мне нравится. Причем вот именно такой вот. Ой, такой миленький, лохматенький. Может быть, другую стрижку все-таки тебе сделать, посмотреть. Там шишечки, к примеру. Или корешечку. Ну, кстати, нет. Вот что-то вот у нее такая прическа, что мне кажется, либо ладная. Вот у нее такая прическа у персонажа, что мне кажется, и больше вот лохматый мустанг вороной подойдет. У нее же нет вороного мустанга? Нету. Ой, ну, кстати, очень даже. Очень даже ничего уже мордашку прикладывает. Так, вторая лошадка, о которой я подумала, я просто не помню, есть она у нее или нет. Это был вот этот Пейнт Хорс. Я, кстати, не знаю, у нее действительно глаза серые. Очень хочется посмотреть. Какие эти глаза? Действительно серые. У нее очень красивые серые глаза. Ой, кстати, у этого коня тоже очень красивые глазки. И вот первое, о чем я подумала, когда услышала фразу про цвет ее глаз, это вот этот Пейнт Хорс. Не знаю почему. Там очень мне захотелось посмотреть на него, как они смотрятся вместе с Элизабет. Ну, кстати, вот, у нее даже так это неплохо. Как-то что-то такое есть. Отражение как будто бы ее глаз. А у него оттенок глаз похож немножечко на ее оттенок кожи. Была бы такая очень классная отсылочка. Но потом я вспомнила, что у нас есть еще и вот этот Пейнт Хорс, которого у нее тоже нет. И просто счастье-то на какое. А кого же купить-то? Они тоже смотрятся неплохо. Мне очень даже нравится. Если я, к примеру, его не куплю, то, по крайней мере, точно порекомендую хозяйке эту лошадь к покупке. Прям смотрится очень красиво. Ну и давайте посмотрим еще Аполлус. Аполлус. Кого бы из Аполлус можно было бы посмотреть? Наверное, вот это так и остается. Только прическу, не знаю какую. Может быть, длинную? Или вот какого? Кстати, может быть, вот эту прическу? Ой, а тоже очень даже смотрится. А я даже и не думала о ней. Так, а вторую Аполлузу мы на рассмотрение возьмем, которая очень сильно похожа на галактику. Но не галактика. Это вот эта. Нет, вообще что-то не то. Может быть, даже галактикой больше и подходит. Но до галактики надо ехать в Форт Пинта. Все-таки не охота совсем. У нас, кстати, есть на этом персонаже доступная функция магазин лошадей. Глобальный. Так что, может быть, тут кто-то есть. Хотя нет, тут, наверное, галактики-то нету. А может быть, и есть. Сейчас быстренько посмотрим. Но, насколько я помню, галактику я тут не видела. Нет, здесь ее нет. Ну и даже хорошо, что ее тут нет. Может быть, мы до нее доедем, но не факт. Так, а у меня проблема. Я не знаю. Давай вот сюда поставим мустанга. Так, где-где? Так, мустанг вороной. Самый-самый лохматый. Так, вот такой русовец-то какой. Потом вот эта Аполлуза, она так и остается. Хотя нет, вот давай еще другую прическу посмотрим. Какую только. Но не косички. Может быть, вот эту? С обратным лобиком? Нет, нет, нет. Точно не она. Ну, давай вот эту. Самую длинную. Так. И вот эти двое. А-а-а, сложно-то как. А-а-а, ей все подходят. Мне все нравятся. Была бы моя воля, я бы купила ей постепенно всю вот эту четверку. Потому что они все очень классно сочетаются с этим персонажем. А что мне делать-то? Мне и мустанг прям нравится. Прям сердечко самое попало. И вот эта Аполлуза мне очень сильно тоже понравилась. Просто посмотрите, какая красотка. Классно. Такая вся, правда, сонная немножко. Не важно. Вот этот вот Пейнтхорс, мне кажется, сочетается меньше всех из этой четверки. Но все равно красиво. И вот этот. А-а-а, что делать? Помогите. А я не знаю, кого брать. Я правда не знаю. Мне все нравятся. Ну, ладно. Методом исключения я бы убрала вот этого Пегова Пейнтхорса. Но все равно бы его тоже купила. Я не знаю, кого бы. Так, это надо хорошенько подумать. Ребята, я вообще не уверена. Но вот настолько образ серебристых глаз закроился в моей душе, что, наверное, я куплю Аполлузу. Но я прям вообще в растерянности. И мустанга хочу. Очень сильно хочу мустанга. Но вот что-то вот, что-то вот, душа требует серебристого. Очень сильно требует. Ни белого, ни светло-серого, там, ни никакого другого. И ни серого яблока, как вот этот вот, допустим, Пейнтхорс. Потому что изначально я думала вообще никого не выбирать, а просто приехать и купить его. Но, я не знаю, вот эта вот Аполлуза, она прям вот что-то меня, прям вот покоя никакого-то мне не дает. Вот, давайте посмотрим анимацию. Так, стрижку делаем самую, вот такую длинненькую. Ну, красоточка какая. Шаг. Рысь. Манежненький такой. Голоп. Карьер. И особая ходьба. Она такая классная, она такая интересная. Нет, давай мы посмотрим ее со всех абсолютно сторон. У нее очень полосатые копыта, интересная масть. Здесь есть и вот такие вкрапления, и темные пятнышки, и хвост. Вот какой он двухцветный тоже. Что ты такая волшебная прям. Немножечко даже розовый носик есть. Глазки у нас. Доброе утро. Солнышко, глаза открой. Ну, открой глазки. Ну, пути, пути, пути мы голубые. Какие. Нет, я прям не могу. Кого купить-то? Ну, прям сложно. Элизабет. Хозяйка аккаунта Элизабет. Вот эти четверо, мне кажется, все тебе подходят. Все. Но так как мне нужно выбрать лишь одного, я, пожалуй, сделаю выбор на вот эту Аполлузу. Это будет девушка. Это будет спокойненько такая. Как журчащий в лунном свете ручей кобылка. С изменением прически 919 СК. Так что да, да. Нет, все-таки да. Вот эта вот масть и отсылка на серебро, на что-то серебристое, прям я не знаю, меня захватило сегодня. Так, это будет Адулт. Мэр. Кобылка. Так, 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 имя, имя, имя. Мун. Мун, лунная, кстати. Мун. Где Мун? А может быть, кстати, Сильвер Мун? Тут же есть Сильвер. Было. Было. Было такое. Надо только найти. Сайленд Сильвер. Сильвер Мун. Я не знаю. А серебристая Сильвер тоже как бы считается или как? Наверное, да. Да, да, я уточнила. Сильвер Мун это серебряная луна. И да, мне прям нравится. О, вообще неожиданно. Вообще ни капельки. Вообще ни капельки. Я даже и не думала про эту породу. Я чувствую, у хозяйки будет шок. У меня это шок. Значит, да. Я даже не понимаю, я не чувствую какого-то напряжения, но при этом жуткий восторг, потому что все так быстро, все так легко. Прям вот... Вот просто дар какой-то. Лунный. Но я хочу, да. Я очень сильно тебя хочу. Купить этому персонажу. Так почему же меня какие-то сомнения касают? Наверное, потому что все слишком просто. Ну, бывает, наверное, такое. Да, бывает. Бывают такие хорошенькие. Ладно. Как показывает практика, как только мы на нее сядем, раскроется все волшебство. Так что, взрослая кобыла Сильвер Мун. Такая вот Аполлуза. Серебристая красоточка. С серыми подпалинами. С такой чубаростью. Розовым носиком. И с самыми полосатыми копытами, которые я знаю. И розовым носиком. Чуть-чуть. Так что... А-а-а! Покупаю! Да! О, боже, неужели я это нажала? Она прям такая спокойненькая. О, Аполлуза, мне кажется, в игре самый просто спокойный, сонный какой-то характер. Я не знаю. Так. Отправить в конюшню. А-а-а! Все, все, все. Счастье-то какое. Быстренько садимся на нашего пасафина и отправляемся в домашнюю конюшню. Я до сих пор не верю, что я ее купила. Вообще ни капельки, ни разу. Обычно видео занимает там с поиском лошади. И там... Падут побольше, подольше. Туда съездить, туда съездить. А здесь... Так все... Быстренько, как бы так сказать-то. Вон она. Да, у нас уже ДНХ свободный есть. Так что... А-а-а! Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Смотреть. О, прям такая. А у тебя есть вот такая вот ополоза. Буйный. А еще кобылочек теперь будет. Сильвермун. Здравствуй. Ну ты бузи, мой. Давай сядем. Да! Да-да-да-да-да! Это вот та самая лошадь, которую я представила в голове, когда начала читать ее историю. Да-а-а! Прям вот то, что... Она еще такой вот прям масти дикой-дикой. Вот с ней бы кататься как раз-таки в каких-то лесных там, долинах с дикими лошадьми. Ну вообще, у нее еще походняк такой прям такой вообще не выездковый. Дикий-дикий. О-о-о! Мне нравится! Мне нравится! Так, что интересно по сетам? Надо что-нибудь сейчас подобрать и что-нибудь найти. Ну что, дорогие друзья, я подобрала сет. Это было, правда, очень тяжело, сложно, но я его собрала. Он очень такой простой, прогулочный. У нас есть вестранское седло. Вестранский вот такой вот вальтрап. Мне очень понравился его оттенок. Он вроде бы не голубой, не сиреневый, а, наверное, просто белый с тенью. В общем, симпатично смотрится. и просто недоуздок с чомбром, то есть вот даже без железа, только вот такие вот железячки-то есть, но не во рту. И комплект прям вот такой был у нее в шкафу лежал. И мне кажется, это прям вау! Они очень хорошо вместе смотрятся. Но, но, у меня была мысль, у меня была мысль, как я хочу посмотреть их в работе, в движении. Во-первых, да, это дикая местность леса... Диколеси. Леса Диколеси. Да. Недалеко от Редвундпоинт, мы никуда вглубь не поедем, карьером мы бежать тем более не можем. Вот. Но, вот, хочу проехаться немножко по этому берегу ночью. Вот даже не ночью, а вот, вот, вечеринь. Вот так. Вау! Прям да! Это вот то, что я хотела. ой, и читать ту самую историю Алисабет. Ну, мне прям нравится Сильвермун. Такая красавица. Как будто бы, ну, есть, знаете, Таура, рожденная там в дождь, а Сильвермун, как бы, рожденная, не знаю, под луной, что ли. Очень красивый лошадка, мне очень нравится, безумно. Прям такой, от нее веет волшебством теперь каким-то, свободой и спокойствием, например. Наверное, я не знаю. Мне еще нравится, когда вот она едет, и отражение лунного света на воде. Это прям, это, это прям, да, это прям про нее. В общем, очень красивая кобылка. Ни капельки не жалею, что я ее купила. Прекрасно смотрится со своим новым хозяином, с хозяйкой, вернее, с Элизабет Монвар. Так что, на этом мы заканчиваем нашу покупочку. Пусть у них все будет хорошо. Прям, я искренне желаю долгих, вечерних, в особенности, прогулок, свободы и просто как бы ощущать на себе энергию леса. Да и не только леса, а в принципе всего Юрвика с его самой магической, самой необузданной свободной стороны. Так что, на этом все. Покупочка подошла к концу. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте лайки и пишите комментарии, как вам сочетание данной лошади с персонажем, мучит твою историю. Ну а на этом все, я буду тут с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Божечки, какая она прям красивая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова